Всем привет! За окном морозная погода, но это не повод пропускать очередной выпуск Универньюз. Наша команда приготовила самые яркие и интересные новости студенчества. А расскажу тебе о них я, Анна Глазунова. Итак, смотри сегодня. КФУ и научно-образовательный центр Японии прокладывают путь в будущее в современной медицине. Пить или не пить, экологи КФУ изучили качество воды разных районов Казани. Зубы врачевания являются одним из старейших разделов медицины. 20 декабря Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ посетил Академик Ран Валерий Леонтьев с циклом лекции о стоматологии. Как это было, смотри в нашем следующем сюжете. В Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ во вторник 20 декабря состоялся цикл лекции Академии Коран Валерия Леонтьева. Тема его выступления стала стоматология в России. Стоматология – специальность на стыке медицины и ремесла. И химия для стоматологов – это наше все, как Александр Сергеевич Пушкин для русской литературы. Профессионалы не только используют достижения фармацевтики и классические лекарства, но и как строители ждут от химии помощи в стройке. Постановки пломб, запечатывания каналов, изготовления коронок, отбеливания. Стоматология, более чем любая другая дисциплина, она связана с физико-химией. Основой ее лечения, диагностики основана на физико-химических методах. Пожалуй, современная стоматология – это неотъемлемый результат наукоемких технологий, в первую очередь в области химии. Знания химии, понимание химических процессов позволяют врачу разбираться в современных методиках лечения зубов, ориентироваться при выборе пломбировочных материалов и антистетиков, предлагать пациентам качественное, безопасное, биологически совместимое лечение. Диана Шилова, Аделя Шамилова, Леонард Влетьяров, Универньюз. КФУ с научно-образовательными центрами Японии связывают многолетние взаимовыгодные отношения. Самым перспективным и стратегически важным партнером является исследовательский институт РИКЕН. Взаимодействие КФУ РИКЕН представлено правительством Японии как пример успешного межгосударственного сотрудничества. Все подробности смотри в нашем следующем сюжете. Ряд совместных проектов Института фундаментальной медицины и биологии КФУ и ведущего научно-исследовательского института Японии РИКЕН были презентованы президенту России Владимиру Путину во время его визита в страну восходящего солнца на минувшей неделе. Визит ознаменовался рядом межгосударственных соглашений в различных сферах деятельности. Проекты вошли в спецвыпуск правительственного информационного издания We are Tomodachi, рассказывающего о сотрудничестве двух стран. Именно с КФУ в России сотрудничает один из лидеров мировой науки Институт физико-химических исследований РИКЕН, который проводит исследования во многих областях науки – физика, химия, биология, медицина, технические и компьютерные науки. Начало сотрудничеству между Казанским университетом и РИКЕН положил визит профессора КФУ Таюрского в 2002 году. Логическим развитием отношений стало подписание в августе 2008 года соглашения о программе совместной аспирантуры. В октябре 2010 года было подписано соглашение о научном сотрудничестве между Институтом физики КФУ и Институтом передовых наук, входящим в состав РИКЕН, а также соглашение об организации в Институте физики КФУ совместной лаборатории. Связь между КФУ и РИКЕН становится все крепче, и об этом говорит тот факт, что ректор КФУ Ильшат Гафуров несколько раз посещал РИКЕН, а предыдущий президент РИКЕН Рёзин-Ойры также был в КФУ и стал почетным доктором Казанского федерального университета. КФУ и РИКЕН совместно готовят специалистов высшей квалификации в области физики. Действует в нашем ВУЗе и комплекс совместных научно-исследовательских лабораторий и области физики, химии, медицины и генной инженерии. Без сомнения, одним из наиболее значимых направлений сотрудничества КФУ и РИКЕН является медицина и генная инженерия. Создана совместная лаборатория функциональная геномика. Идет активное взаимодействие через OpenLab и виртуальные научно-исследовательские лаборатории, созданные в рамках программы повышения конкурентоспособности КФУ. Так, в рамках этой программы кандидат биологических наук Олег Гусев находится в РИКЕН, в Японии. Он работает в международной лаборатории экстремальной среды и адаптации. В частности, он изучает свойства комара-звонца, который после литургического сна в космосе вновь ожил. Понимание такого свойства организма насекомого позволит будущим космонавтам переносить длительные межпланетные перелеты без ущерба для здоровья. Также сохранить сушеные растения в космосе, чтобы затем взрастить семена на других планетах. В октябре 2015 года был открыт медицинский симуляционный центр в университете Джунтенда в рамках договора между КФУ РИКЕН и университетом Джунтенда. На сегодняшний день в центре установлено симуляционное оборудование по эндоваскулярным, лапароскопическим и гистероскопическим операциям. Сейчас в центре установлено около семи тренажеров. Мы привыкли, что новейшие технологии используют из-за рубежа. Здесь же наоборот. Япония заимствует современные технологии у России. К слову, сотрудничество КФУ и РИКЕН с этого года поднимается на особый уровень. Наконец, в мае 2016 года в ходе визита представителей КФУ и РИКЕН было подписано соглашение о стратегическом партнерстве. Таким образом, коллеги не будут останавливаться на достигнутом. Например, скоро может появиться новый совместный академический юнит КФУ и РИКЕН в области медицины. Такой проект уже находится в разработке. Елизавета Евтифеева, Универньюз. Всемирная сеть продолжает удивлять. Какие самые обсуждаемые новости Рунета сегодня расскажет наша традиционная рубрика Веб-Ньюз. 19 декабря экс-полицейский Мевлюд Мертал Тинтаж несколько раз выстрелил в посла Российской Федерации в Турции Андрея Карлова во время выступления дипломата на открытии фотовыставки «Россия глазами турок в Анкаре». Дипломат умер от полученных рана, нападавший был застрелен. В КФУ собрались ведущие российские и зарубежные эксперты в области исламского права и экономики. Здесь открылась третья международная зимняя школа «Современное исламское право и экономика России». На участие в казанском конкурсе «Народный Дед Мороз» заявилось 28 команд. Задачей каждой из команд было раскрыть и представить свою праздничную программу всего за 5 минут. Пока приближаются долгожданные новогодние праздники, все больше людей начинают задумываться, пить или не пить. Ответ на один из самых актуальных вопросов сегодняшнего дня выясняла Аделя Шамилова. Тот факт, что водопроводная вода требует дополнительной фильтрации, не вызывает сомнений ни у медиков, ни у производителей бытовой техники. В стенах одной из лабораторий КФУ казанские экологи провели довольно любопытный эксперимент. Специалисты изучили воду разных районов города. Проводить подобные опыты могут только аккредитованные лаборатории. Кроме того, нужно соблюдать строгие требования по отбору проб. Проследить за столь интересным экспериментом нам помог доцент кафедры прикладной экологии КФУ Олег Никитин. Мы проводили оценку качества воды в разных районах нашего города по ряду показателей, которые интегрально позволяют оценить качество воды. Получились достаточно интересные данные. В целом, показания вода имеют схожее качество, за исключением дербышек, в котором, как вы наверняка знаете, превышены показатели, в первую очередь, по жесткости, там очень жесткая вода, и по минерализации. Эколог Казанского университета отмечает, что откровенно плохого качества воды в Казани ждать не стоит. За этим следят специалисты Роспотребнадзора. Что интересно, мы получили данные, которые показывают, что вода по всему городу, в принципе, идентична друг другу. Потому что мы отбирали и в Приволжском, и в Советском, и в Ахитовском районах. И везде вода примерно имеет схожее качество. То есть отличие в рамках статистической погрешности, что указывает на то, что, в принципе, водопроводные системы у нас работают по одному принципу. Они, скорее всего, так сильно не влияют на качество воды, что хорошо, в принципе. Однако контролю Роспотребнадзора за Казанской водой не повод забывать о своем здоровье. Наша питьевая вода содержит соли жесткости, кольца и магний. После стирки в ней белье становится жестким. Отсюда и такое название. Из рекламы известно каждому, что эти соли приносят вред стиральным машинам. Опасность грозит не только бытовой технике. Мы по-прежнему рискуем заработать песок или камни в почках. Но это не значит, что жесткие соли нужно сводить на нет с помощью водяных фильтров. Тем не менее, недостаток солей тоже может привести к различным недугам. Например, жители регионов с так называемой мягкой водой чаще других страдают гипертонической болезнью. Так что вопрос в количестве солей жесткости до сих пор остается открытым. Низкий уровень солей в воде приведет к тому, что организму этих солей будет не хватать. И, соответственно, организм пытается скомпенсировать по-другому этот недостаток. Он будет пытаться его забрать из костей хозяина, соответственно, из самого себя. И это приведет к хрупкости, к ломкости костей, к проблемам с зубами, с волосами, с кожей и все сопутствующее. Вода всех районов Казани успешно проанализирована. Жесткость и минерализация воды в городе соответствуют нормам с небольшим превышением в рамках погрешности данной методики. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. На этом у меня все. Как сказала Куко Шанель, чтобы быть незаменимым, нужно все время меняться. Так что, студент, развивайся и учись всегда чему-то новому. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»